доброго времени суток зритель добро пожаловать на канал где сэм и поди продолжает накапливать душ с момента прошлой серии я уже был призван по маленькому белому руку еще раз таким образом накопил еще душ но решил не вкладывать это не включать видео так как данное прохождение не про пве и сейчас перед тем как идти и убивать своего собственного босса преследователя в своем мире я решил немножко расчистить дорогу ну и практиковать один интересный удар который называется квартбрейк он заключается в том что нужно нажать вперед и на простой удар таким образом вот как сейчас произошло сбивается щит противника который в этот момент щитом закрывается сразу после этого если нанести правильно удар будет удар нанесен критически но для этого нужно стать пробным перед противником сейчас получилось то есть после избивания щита данный моб стоит немножечко полубоком и я сначала забыл что нужно выравниваться по его ногам обращать внимание на его ступни восстанавливать своего персонажа так чтобы его ступни соответственно были как бы носочек к носочку а и тогда удар получится урон такого дара после сбитого щита намного превосходит обычный удар и некоторое оружие таким критическим ударом способно просто практически любого противника появится разом костром удар этот очень-очень результативный пвп будем также его дальнейшем пробовать но и как все в игре для начала неплохо потренировать это на мобах здесь я призываю белого духа для того чтобы он помог мне разобраться с преследователем здравствуй белый дух и хотелось бы призвать еще одного для того чтобы облегчить немножко задачу уж наверняка с первого раза этого преследователя завалить так чтобы не пришлось потом бегать вместо его постоянного обитания таким образом сократить зачистку данной локации но вдруг внезапно знаки пропали пока я здесь бегаю еще другой знак обратите внимание зритель на а собственно белый мелок быстром слоте а он стал тусклым прозрачным это произошло потому что настоящий момент мой мир признан другой фантом и соответственно я уже не могу оставлять знак и пытаться быть призваны сам куда-то очень полезная вещь этот мелок как индикатор как такого рода а почему потому что если ты не призываешь никаких фантомов и у тебя в быстром слоте вдруг этот мелок либо большой мел становится таким тусклым значит к тебе начинается поржение помимо твоей воли ну и наверняка это делает красный фантом то есть огнел можно использовать приближающейся опасности он потускнеет и предупредить таким образом еще раньше чем игра распредавление то что красный фантом уже в торгсе ну чтож мы сбегали расчистили этот парень хексер маг использующий порчу был достаточно серьезно ранен так здесь я не успею призвать этого понтона могу серьезно ранен простым мобом там кидающим бомбы поэтому я решил что наверно игрок не очень опытный и захотел все-таки попытаться призвать еще одного напарника но ожидание затягивается в конце концов надоело и решил что ладно будем пробовать так если парень не справится ну что ж буду пытаться справляться сам уже залезай на лестницу увидел внизу появился знак но вспомнил что если спрыгнуть вниз после того как уже залез этот преследователь которая направляет сейчас сюда просто исчезнет придется снова бежать ловить его вместе поэтому мы остаемся здесь вдвоем и с магом-напарником тактика становится немножечко другой не такой как мы рассматривали прошлый раз отвлекать босса приходится себя уже мне соответственно может быть даже меньше его атаковать больше выворачиваться так как маг издалека может быть очень неплохо его расстреливать и соответственно моя задача становится просто выживание вот и от лечения конечно просто себя чтобы маг мог стрелять а зря я сомневался в этом парне вот здесь тут очень неплохо задачу свою знает и наносит достаточно много урок в конечном итоге гораздо больше чем на наше урона и неплохо ухворачивается от удара в общем-то с преследователем практически покончено да и мы получаем души преследователя а также кольцо спасибо незнакомый друг ты очень помог да мы получаем кольцо клинков очень хорошее кольцо для воина полагающего на оружие так как она увеличивает физический урон сменил меч ну и не знаю на то что у меня есть 18000 душ и есть очень большой заплаты заблазу пойти поскорее их потратить как я уже говорил в предыдущих сериях это было бы плохим тонн по отношению парня которые помогли нужно позволить ему выполнить свою задачу свой долг побыть до конца в моем мире для того чтобы получить камешек и восстановить все свои заклинания рестус поэтому я побежал дальше сюда ну и заодно здесь я смогу получить парочку неплохих очень полезных колец помимо этого а парень да вот она а помимо этого этот парень имеет на голове у себя такую странную тряпку которая является капюшоном заключенного очень хорошая вещь полезная так как она улучшает дроп то есть шанс выпадения каких-либо вещей из противника скорее всего именно благодаря этому парню я сейчас из предыдущего моба получил полуторный меч очень хорошее оружие обязательно используем ближайшее время ранее если не ошибаюсь я уже говорил о том что хочу выбить его смогу что же этот фантом помог не только с боссом расправиться но и получить достаточно хороший приз и крылатые копье тут же замечательно спасибо забором помахал нам рукой его долг выполнил и я бегу дальше уже сам забивать местных полных солдат и забирать содержимое этих а сундуков кольцо жизни кольцо которое увеличивает хп гораздо лучше чем только только одет нам не сейчас и этот сундук сундук содержит ловушку либо ядовитую либо вот такой стреляющий раболец и я не знаю зачем я развернулся без того чтобы прикрыться щитом как рассчитывал получил несколько стрел в спину но к счастью сумел это пережить на начальных парах некоторых персонажей то есть не не рыцари а у которых хп чуть чуть поменьше нету такой прочной брони эта ловушка может просто отправить костру камень фороса использовали появилась светящийся морда на стене а ударили по этой морде открылась секретная дверь не забираем кольцо к вороните еще более замечательная штука кольцо которое улучшает ускоряет постановление выносливость крайне полезная вещь ну по крайней мере для персонажей которые загружены более чем на 30 процентов ну и немного наверное имеет смысл рассказать о загрузке персонажа чем больше брони на нас одета чем более тяжелая броня тем более чем более тяжелое оружие в руках у персонажа тем сильнее он загружается менее 30 процентов означает быстрое восстановление выносливости хорошие длинные перекаты от 30 до 70 процентов загрузки означает средние длинные перекаты и похуже восстановление выносливости больше 70 процентов загрузка означает очень тяжелый медленный перекат так называемый fat row толстый кувырок и очень плохое восстановление выносливости соответственно более 70 процентов я буду стараться не набирать загрузки ну и кольцо позволяет мне будучи загруженным более чем на 30 процентов все-таки улучшить восстановление выносливости достаточно неплохо снова раскачка персонажа я все еще пытаюсь повысить максимально адаптивность то есть улучшить свою подвижность но здесь немножко задумался может быть что-то еще вкачать потом понял что нет хватит откладывать надо быстрее довести адаптивность до такого значения чтобы подвижность стала равна хотя бы 100 и после этого можно будет вкачать все остальное но если ты обратил внимание зритель в данном случае у меня уже вкачано 12 сил и 12 ловкости и если ты уже играл в эту игру ты наверно догадался что я в данном случае иду к классическому достаточно популярному билду так называемый 40 40 то есть 40 ловкости 40 выносливости этот билд позволяет использовать очень много оружия различного почти все оружие нацелен он именно на физический урон и мне он интересен в первую очередь из-за своей универсальности из-за того что я могу пробовать различные вооружения различные тактики возможно последствия я сменю этот билд на какой-то более узконаправленный и я призвал белого фантома для того чтобы сейчас двигаться дальше по этой локации расправиться с еще одним боссом и подобрать еще одну это точно важную вещь там оставим этого моба покоя он нам не нужен а здесь сидит дружественный персонаж обрадушный пей а с ним обязательно нужно поговорить он дает небольшое задание квест говоришь нужно зайти туда дальше там и вторая ловушка он сам поэтому заходить опасается но знает что там какой-то клад и я призываю снова того самого фантома по белому милку который только что помогал мне расправиться с боссом я приготовил жест приветствовать его мы уже с ним почти становимся друзьями вот он появляется я ведь появляется с маленьким количеством хп этот парень всегда смещает меня своим маленьким количеством хп но он все еще в этом чудесном капюшоне заключенного и не значит пока он здесь возможно мне будет снова вести с дропа мы бежим разбираться с этой ловушкой который предупреждал да а сразу хочу сказать что так как это прохождение не про пвп я не не собираюсь демонстрировать чудеса ловкости какое-то отдельное умение и показать как я лихо сам без помощи прохожу сложные места справляюсь боссами фантомы белый фантом они помогают облегчить игру помогают ускорить прохождение и совершенно я считаю неразумным не пользоваться их помощь и говоря уже о том что игра команде даже со случайными спутниками на мой взгляд интереснее чем прожить поражение поэтому миру в одиночестве так выполнив задание возвращаемся к пойду и за это он дарит очень полезные вещи белый мелок большой милый мелок он отличается от маленького тем что призыв идет не на какой-то ограниченный период времени а призыв до упора парень заговорил чуть не убили до белый мелок он держит фантома в мире хоста вплоть до победы над боссом парень заговорил мы его слышали потому что у него было включен голосовой чат у меня он тоже был включен и следовательно с помощью микрофона можно таким образом общаться с белыми фантомами слышать друг друга я сам пол блин следу этим упырем ну что ж действительно очень печальная ситуация действительно наш друг к сожалению упал с этой колонны от след за этим упырем но будем надеяться выпить его не последний раз и мне очень понравилось как он с юмором отнесся к ситуации не стал ругаться а произносить какие-то слова которые мне пришлось бы потом вырезать видео он молодец я всегда очень рад и всегда очень приятно когда встречает позитивно настроенных людей dark souls очень нервная игра и очень здорово уметь так вот легко относиться ко всему а святой давид хексер который помогал нам с боссом отправился в свой мир выполнил свою задачу а я отвлекусь дальше немножко жаль что топливный фантом свалился вниз потому что я рассчитывал дойти с ними самого босса так как бы он был призван по большому знаку но впереди лежит еще один большой знак а призывай уже этого парня и ждем вот моб среагировал на меня увидел что я оказался здесь побежал поэтому я решил расправиться с этим мобами пока не появился белый и вот он появляется шоу здравствуй шоу а подходим на лифт я жду топлива фантома не нажимаю на кнопку теперь мы можем ехать у него такой вещи как у меня мы можем организовать очень неплохую команду таким образом и у него очень интересный доспех доспех элитного рыцаря в ближайшее время я думаю мы обзаведемся точно таким же ну чтож подходим к боссу я не стал звать 2 пантома потому что здесь отправлять знак призыва добродушник лейт тот самый который давал нам большой белый мелок давал нам задание персонаж очень важный у него длинная собственная квестовая линия по завершению которой мы получим достаточно интересный приз для того чтобы это меня в квестовая продолжилась нужно сейчас призвать его на вот этого босса он должен остаться живым хотя я не убил может быть даже в случае его поражения продолжатся как бы то ни было постараемся вести игру так чтобы при достался живым здесь я не совсем понял каким образом вас меня зацепил вроде бы я прыгнул это было видно но у меня получил урок это достаточно интересная забавная часть местного мультиплеера дело в том что если возникают лаги на мультиплеере под эти лаги попадают не только призывные игроки но и мобы и боссы иногда они начинают немножко подвисать и вести себя крайне странно вот такой вот фантомный урон вроде бы ненесенный удар и потерянные хп это собственно следствие того что у меня сейчас полагал и босс в том числе но когда не было после осталось совсем немного призванный фантом не дожил до развязки но пейт справился и лучшим образом задача выполнена спасибо пейт спасибо фантом который не дожил до развязки очень жаль он очень неплохо помог и к сожалению не получил свои души но с другой стороны это неплохо потому что если бы в моменте лежат душ он находился здесь мы вы получили меньше и так 10000 душ теперь уже у сома и боти больше пятидесяти тысяч душ и это означает что мы сейчас быстренько сбегаем мачу поднимем немножко уровень и идем собственно к тому чего я так давно ждал и попробуем использовать единственное имеющийся у нас красная блока давай сон куда ты побежал ах да сон вспомнил что здесь есть еще дверь и тот ключ который мы только что получили этого босса гиганта позволяет дверь открыть она дверь лежит и чечка которая очень неплохо именно для по войне облегчает прохождение кольцо которое нужно по чуть-чуть восстанавливает постоянно восстанавливает жизни в пвп скорость восстановления этих жизни не даст никакого бонуса слишком медленно но в поведение за время беготни по локациям жизнь восстановится и позволит это очень неплохо сэкономить рестус что конечно же не может быть бесполезным и так я задумался что делать дальше и решил что да все-таки макжула прокачка и после этого треснувшая красная блока итак мы в макжуле и поднимаем а я предпочитаю в данный момент качать все под активность для того чтобы еще больше увеличить подвижность и собственно делаю делаю это осталось 3305 душ чуть-чуть перестарались у нас уже не 50 377 тысяч память душ подумал а стоит ли добавить еще законсервированных душ и откончаться еще потом решил что самое время уже улучшать оружие несмотря на то что огненный меч меч хейда на текущий момент уносит гораздо больше урона а я решаю все-таки пока прокачивать палаш ну он мне понравился понравился чисто внешне и я подумал что будет неплохо все-таки выиграть с оружием который имеет чисто физический урон именно под пвп в первую очередь потому что оно будет не таким уронистым и меньше урона означает что победа будет доставаться более дорогой ценой она будет доставаться сложнее и именно для обучения я считаю это очень-очень здорово а огненный меч и все остальное мы потом прокачаем также будем использовать его для в конечном итоге в пвп но тоже пригодится и так немножечко помахать мечом прежде чем двигаться воевать с реальным игроком и что ж будем готовиться ко всему потому что в той локации так же как и я очень многие проходят ее с фантомами призывают их все на помощь поэтому использовав красное поко можно очень легко попасть к сразу к двум лишь к трем игрокам которые разделывают меня тут же без особого труда но риск говорите дело благородное ну какой же красный фантом без риска отправляемся плавную башню леса павших гигантов и будем пробовать будем пробовать убивать игроков ну или умирать от их рук как получится отражение начинается и я пока помолчу смотрим что получилось в итоге а и и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...